Посмотрите, какое чудо у меня! Мое любимое блюдо! То покушать им, то погладить! Люблю, чтобы они были красноватые! Называется оладья. Это в светофоре. Ей, наверное, 5 лет. А глаза? Глаза это натуральное стекло. Доброе утро, девочки! Посмотрите, какое чудо у меня расцвело! Утром просыпаюсь, пошла поливать цветы. Ещё не завтракала даже. И декабрист. Декабрист расцвёл. Посмотрите, какие цветы у него. Поближе сюда, чтобы не забивал свет. Вот такие вот цветочки. Цветы крупные у него. Прям крупные-крупные. И много-много бутонов. Вот даже бутон, вот этот вот бетон крупный. Красота! Я его в прошлом году пересаживала. Хотя я его купила, девочки, купила я его в Икее. Маленьким-маленьким декабристиком. Он прям малышка был. Вот. И вырос вот таким вот большим. Он в прошлом году у меня был поменьше горшочек. Вот сейчас вот такой вот. А в прошлом году был меньше. И я его пересадила. Он у меня цвёл с самой покупки. Вот как я его купила, так он у меня и вот по сей день цветёт. Ну, конечно, с перерывом. Перерыв отдыха есть. Но цветёт постоянно. У меня сегодня на обед моя любимая закуска. Моё любимое блюдо. Которое состоит из батона и ряженки. Я батон с ряженкой вот так вот заливаю. Перемешиваю. Так как я, в принципе, хлеб не кушаю с батоном. Ну, иногда только, вот знаете, бутерброд. И то редко. Я позволяю себе редко-редко. Вот такое вот блюдо. Ну, называлось оно давно. Я не знаю, как сейчас его называют. Тюря. Я его уже показывала давно в своём влоге, как я делаю. Ой, это батончик. Немножечко сахарком, можно и без сахара. Хорошую ряженку. Всё перемешать. Дать минутку, чтобы батончик впитал в себя ряженку. И вкуснота будет. Но это для тех, кто всё-таки позволяет себе хлеб или батон. Но редко. Вот, допустим, я очень редко. Прям редко-редко-редко. Это я оправдываюсь перед вами. Так, мне сегодня что-то захотелось. Прям вот этой вот тюре. Ну, я помню, в детстве такое у бабушки кушала. В детстве мне можно было кушать и хлебобулочные изделия, и всё, что угодно. Потому что я была прям худышка-худышкой. И когда стала немножко поправляться, я уже была очень рада. Потому что не очень я люблю худобу. Всё-таки женщина должна быть, чтобы её можно было за что приобнять. Я одеваюсь уходить. А тут вот моя компашка меня не отпускает. Да, компашка? Ой, мои девчонки. Меня уже сынуля ждёт одетый. А я ещё вот никак не оденусь. Потому что то покушать им, то погладить. Да. Скажу, уходите, уезжаете. Оставляете нас одни. Кстати, вот они остаются одни. Не хулиганят, не лают. Не воют тем более. Ведут себя тихо. Мы для интереса как-то поставили камеру. Камеру поставили. Включили её. И интересно нам было, чем занимались ёрки. А ёрки улеглись спать. И больше ничего не делали. Только услышали, когда машина подъезжает. Вот откуда не знаю, но они знают машину. Потому что этаж невысокий. И они слышат. Форточки открыты у нас. Я опять грейпфруктом. Обожаю грейпфруктики. Такие вот пороженькие, маленькие, аккуратненькие. 73,90. Ну, наверное, вот какой я выбрала, такой я и возьму. Хотя он какой-то подсопанный, подсапанный. Люблю, чтобы они были красноватые. Круглые. Так. Мне нужны помидорки для салатика. И салат листовый. Что-нибудь найти поприличнее. Что-то я смотрю, то ли давно завоза не было, то ли что. Так. Пытаюсь найти салатик. Престарелый? Ага. Престарелый. Очень престарелый. А среди престарелого есть вот непрестарелый, есть слеженький. Так. Вот я думаю, взять черри или так, или на развес. Сейчас посмотрим, какие здесь. Так. Черри у нас 89, салат у нас 59,90. Ну, здесь 250 грамм. Вообще, конечно, фрукты, овощи выбрать очень сложно. Все есть, а одна прозрачная. И надо аккуратно, чтобы... Чтобы, 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 чтобы... Ну, вот она... Вот. Нашла вроде бы. Какой аромат. Аромат прям... Это от ветки аромат. Может быть, да. Ну, более-менее нечего-то. Какой аромат я выбрана, так я ее положила назад. Вот она. Солковая. Огуречки. Огуречки у нас. Огурцы. Луховицкие. Откуда я знаю, какие они? А вот эти? А эти, по-видимому... Есть мелкие, по 110 грамм. А, давайте мелкие, посмотрите. Ой, какие они классные. Короткоплодные, да. Хочу короткоплодные. Так, где у нас? Так, ну что, мы приехали из магазина. Покажу, что мы купили. Купили... Ну, называются оладьи. Это в светофоре. С начинкой. Давайте посмотрим, как они выглядят. Зачем купили? Купили в поезд. Чай попить. Ну, возьмем сколько? Подвиж, сучки, наверное, вот так вот возьмем. Нам хватит. Остальное оставим сыну и родственникам. Я не знаю, было слышно, нет. Я говорила в магазине, что у нас за собачками остается присматривать сын. За сыном остается присматривать родственники. Так что все друг за другом смотрим. Мы остаемся на связи. По скайпу, по телефону, по этому. Ну, давайте откроем печеньку, потому что она у нас в светофоре в новинку. Не было у нас таких печенек. Откроем, посмотрим, что там внутри. Так, руки, если что, я мыла. Ну, получается вот такой вот оладушек. Вот такой вот оладушек. И внутри начинка. Сгущённое молоко. Да, там ещё было творожное, но что-то творожное я как-то побаиваюсь. Тут вот оператор уже просит пробовать. Так, в коробочке нет 672 грамма. В принципе, коробочка неплохая. Дальше, что я там взяла? Ну, из вредности взяла беконовые чипсы. Иногда все мы грешим. Вот на чипсы я не нашла цену, девочки. Не буду я с ней возиться в поезде. Затем купила в поезд, опять же, с собой на выходные. Едем мы в Адлер, кто не знает. Влажное полотенце 40 штук. Вот полотенчики. Там в поезде руки вытереть. В номере там руки протереть. У нас они, кстати, в новинку. Не на клипсе, а вот просто здесь. Вот это вот убирает. Не буду я сейчас открывать. Вот. Ну, как раз и протестируем. Размер XL. Они, наверное, по размерам. Стоит 7 рублей, по-моему. Затем взяла для сегодняшнего ужина лучок. Лучок, я не помню, я показывала там, по-моему. Цену в магазине 200 с чем-то за килограмм. Так. И взяли тунец для салата. Тунец не знаю, чей сейчас. Таиланд. Таиланд. Тунец Таиланд приплыл к нам. По 148 рублей. Также в фикс прайсе я взяла лечебные травы. Сплат. Мой любимый, обожаемый и желанный. Затем в пекарню заехали, взяли батон. Ароматный. Ой, какой вкусный батончик. Хлеб-батон у нас по 35 рублей, по-моему. Хлебушек. Хлебушек. Объедение прям. Так. Дальше что я взяла? Оп. Взяла макарошки. Вот такие вот толстенькие макарошки. Они прям, знаете, как в детстве у бабушки, я помню, покупали. Вот такие вот прям толстенькие. И толстенькие макфа по 54 рубля. Я взяла две штуки. Так. Еще взяла из пятерочки брошюрку почитать, что там есть. В Дикси мы заезжали. Я взяла... Ой! Вот муку. Мука была по скидке. Тоже макфа. Я не знаю, кто чем пользуется. Я люблю макфу. Почему не знаю? Ну, потому что привыкла, наверное, к этой муке. Так. Затем я тут завязала, когда я несла в машину. Сейчас разбежу. Взяла для салата сливочный творожный сыр. 80 с чем-то он... Так. Затем взяла... Сняла его, помяла. Но его все равно рвать. По 69 салат листовой. Такой хорошенький. Из чего там было, я выбрала помидоры. Хотела черри, но не было черри. Поэтому взяла все-таки вот эти вот на веточке. На салатик тоже хватит. Их много не нужно. И что я тут? И огурец выбрала. Хотела маленький огурец. Взяла вот такой вот большой, потому что маленькие были мягкие. Вот этот упругий. А маленькие, вот берешь их, они как резиновые огуречки эти. Так. Сейчас. Я просто не в пакете, а в коробке. Взяла коробку и в коробку. Затем по 70 с чем-то. 9, по-моему. Взяла грейпфрукт. Грейпфрукт обожаю. Муж мне его чистит. Чистила бы сама, но не люблю очищать его от вот этой вот пленочки, которая горчит. Муж мне от пленочки от этой очищает. Вот. Конкурентов у меня, в принципе, нет дома. Ем только я. И если у сына есть желание, тоже у меня, ну, дольчики две съест, не больше. Затем в фикс-прайсе, или не фикс-прайсе, нет, это в этом, в светофоре. Муж взял себе бик-ланч картофельное пюре с соусом, кусочкой сочной говядины. Вот такой вот поезд. Заварили, удобно. Вот это удобно. А я что-то с фунчозой с этой не подумала. Ну, ладно. Она мне пригодится дома. Я ее съем с удовольствием. Я себе взяла лагман с курицей. Опять заварить, и все. Может быть, и не захочу, но на всякий случай, чтобы не быть голодной. И последняя покупка взяла в светофоре салат из морской капусты и кальмарны. Я в прошлый раз брала. Очень вкусно. Опять же, напомню, что в светофоре дешевле, чем Дикси, Пятерочка, потом Перекресток. Дешевле. Светофор пока. В прошлый раз я покупала. Мне очень все понравилось. Но сразу скажу, что капуста здесь, она идет не прессованная. Потому что вот в банках, если мы покупаем банков железных, там капуста, она прессованная, она мягкая. И в салат, допустим, я очень люблю салат с яйцом, луком и майонезом. Очень вкусно. Вот капусту. А здесь капуста жесткая, она натуральная. Нам привозили с Дальнего Востока капусту морскую, так она там натуральная, жесткая, не вымоченная, не прессованная. Вот это вот напоминает такую. Кто любит, если жесткую, то рекомендую. Я люблю любую морскую капусту, просто обожаю. Все. Покупки все. И сегодня хочу вам показать еще, девочки. У меня расцветают орхидеи. Посмотрите, какая крылатая орхидея. Какие листья. Листья прям вот огроменные. Покупала именно эту орхидею я. Если передаст цвет, то она лимонная. Не желтая, а лимонная. Цветет она у меня каждый год. И покупала я ее в магазине Светофор. Три года назад. Вот третий год она у меня цветет. Находится она у меня в закрытой системе. Это горшок или колба. Внизу керамзит и кора. Поливаю я их, наливаю полностью водой. Отстойный. Вода у меня отстаивается. Наливаю прям вот полностью под горлышко. Только не затрагивая шейку. Прям вот под горлышко наливаю воды. Стоит полтора часа. Кора впитывает влагу. И потом я вот так вот закрывая, выливаю лишнюю воду. Оставляю прям сантиметрик на дне. И где-то это на месяц. Возможно даже на месяц и две недели. Очень красивая. Посмотрите какая. Вот мне прям смотреть и делать орхидеи из бисера. Обожаю. А вот даже маленькая почечка еще и не раскрылась. Но посмотрим. Возможно раскроется. Хотя она очень маленькая. Следующая орхидея. Я ее покупала в Икее. Она такая знаете вот бордово-малиновая. И губа у нее там такая вот красноватая. С пятнышками. Прелесть. Все свои орхидеи обожаю. Тут вот даже просыпается еще одна почка. Вот если будет видно. Вот она почка. Потихонечку-потихонечку проснется. Она цветет и заодно пускает листик. Вот молодой листик. Листья также вот посмотрите какие большие. Такие упругие. Покупала я ее уже цветущую. Она цветла. Вот видите. Вот это вот все было в цвету. Тут еще не распустившиеся. И вот тоже маленькие. Не знаю распустится. Но посмотрим. Покажу вам обязательно. Потом вот такая вот. Даже я не знаю как вам передать. Она наверное молочного цвета. Плюс с малиновыми прошилками. И малиновой губой. Такой цвет я вообще не видела нигде. Но может быть вы видели. Конечно. Я нет. Я не видела. Мне вот первый раз такая попалась. Обычно белые. А это вот она молочная. И даже этого молочного цвета не видно. Потому что прожилками-прожилками вся. Малиновая губа. И там вот такой маленький желтенький язычок. Будет раз, два, три. Три цветочка. Ну и тут маленькая почечка. Не знаю будет цвести. Нет. Расцветет. Горшок. Ой горшок. Листья. Посмотрите какие большие. Длинные. Шикарные листья. Так вот она у меня не стоит. Я ее ставлю на подставочку. И листья не касаются у меня подоконника. Они у меня все стоят на подоконнике. И я не помню. Меня молодой человек спрашивал. Какой подсветкой я пользуюсь. Девочки и мальчики. Никакой подсветкой. Просто удобряю. Поливаю. Все в закрытой системе. Вот. И солнечный свет. Больше ничего. К сожалению. У меня нет. Световых ламп. Таких вот. Вот такая. Вот еще у меня цветет. Орхидеи у меня много. 12 штук. Но вот расцвели которые у меня вот пока 4 штуки. Остальные на подходе с бутонами. Но еще не раскрывшимися. Она розово-малиновая. Губа у нее бело-розово-желтая. И там вот язычок такой желтенький. Ей наверное 5 лет. Цветет она так же каждый год. Покупала я ее в Икеи. Вот. И желаю что у кого есть орхидейки. Чтобы они девочки у вас всегда цвели. А если они у вас не цветут. То сделайте по моему мастер-классу вот такую вот интерьерную орхидею. Она искусственная. Она постоянно цветет. Когда мои не цветут пока. У меня будет под этим видео ссылка на мастер-класс от такой орхидеи. В скорости мы будем с вами делать из таких же орхидей другой мастер-класс. Тоже очень интересный. У нас коллекционная кукла Леандра уходит к новому хозяину. Отправляем службу в ЕМС. Так пожелал новый владелец. Вот девочка. Лицо у нее. Посмотрите какое. А глаза. Глаза это натуральное стекло. Нигде не трещин. Ничего. Все окей. Мы голову вот так вот в пленочку упаковали. Ручки тоже пупырщатую. Пленочку две ручки. Коленочки. Ножки. Все это упаковали. У нее рост метр пятнадцать. Вот она. Ее фотография. И документы. Так как она коллекционная. У нее и номер на шее. Все есть. Все уходит с ней. Так. Сейчас подготовлю коробку. Положим ее в коробку. И покажу как будет в коробке лежать. Вот под голову я этот поролон. Чтобы с этой стороны ничего не разбилось. И с обеих сторон пенопласт. Пенопласт он такой вот кирпичный. И бумагой. Это все заводское. Как она к фабрике пришла, все так и будет. Вот так вот. И еще коробка родная. Все как было. Все сохранила. Слава Богу у нас дача есть. Все на даче. Так. И вот такой вот. Такая вот пупырка. Она, конечно, плотная-плотная. Я не помню какие-то. Это уже от моих каких-то посылок что-то мне приходило. Возможно, даже от каких-то кукол. Вот так вот буду упаковывать сюда. Я новому владельцу предложила компанию ДЭК отправить. Но он не хочет, он хочет компанию ЕМЭШ. А ЕМЭШ это же дочерняя служба Почты России, да? Вот. Поэтому как бы не знаю. Ну, дело хозяйское. Так. Дальше мы упаковываем той бумагой от Моники Левинг, которая идет... Подставочку положите. Подставочку положу. Вот видите, написано Моника Левинг. Это все с фабрики. Все бережно и аккуратно. Переживай, как за ребенка своего. Ну, он и есть. Наш ребенок, если так посмотреть. Это же коллекционная кукла. Так, мне кажется, мы ее упаковали лучше, чем она пришла ко мне с фабрики. Лицо, вот посмотрите, я упаковала в этот, как он называется? Поролон. Ну, поролон, да. Плюс пупырка. Здесь я упаковала все, все, ну, вы видели, все в пупырку. Плюс еще вот здесь вот. И еще хочу... Синтепон. Вот этим вот... Не подсказывайте. Ты спросила. Вот этим вот синтепоном хочу еще. Вот так вот. И еще кусочек сейчас, наверное, в ноги, потому что здесь вот пяточки. Все это. Теперь... Пяточки вот эти вот все. Вот так вот. Я говорю, она у нас не приходила в такой упаковке, но так упакована, как мы ее упаковываем. Так. Ну, вроде бы вот все. Все что. Так. Упаковали мы коллекционную куклу Леандру. У нас получилась двойная коробка. Одна коробка, в которую мы упаковывали, она фабричная. Ну, конечно, тут сома засветилась. А вторая именно пересылочная. Получилась кукла в двух коробках. Вот смотрите. Одна. Я же показываю, вы ушли, оператор. Вот там одна коробка, а вот это вторая коробка. Она везде целиковая. Нигде не поврежденная. Это я показываю и покупателю, приобретателю, и девочке вам, как вы можете упаковать какую-то большую куклу или там что-то, короче, большое. Лучше всего это делать в двух коробках. В основной и вот как раз транспортировочной. Такую коробку нам в компании ЕМС, естественно, не предоставят. Мы ее нашли сами. И вот упаковали. Так что имейте в виду, вам коробку нужно самим найти. Сомочка тут все разнюхивает. Да, что-то уже она себе нацепила. Так, все, теперь мы на почту идем. И вот и вот там. Продолжение следует...